У меня по ощущениям, на самом деле, такое, не то что в Ванкувере дождь какой-то там идет на Олимпиаде, а просто настоящая премьера, неполадка на неполадке, и все получается хорошо в итоге, это все здорово. Сейчас будет постановка театральная, колыбельная, формат мероприятия я присутствую сейчас немножечко. Здесь приглашены эксперты также в области здравоохранения, медитинно-гладежной политики. Я задохнулся, потому что не ушел, извините. Вот, и сейчас мы хотели бы, чтобы узнать ваше мнение. Игорь, говори, я задохнулся, я не могу... Ты задохнулся и присоединился. Ну, я думаю, ты все уже сказал, все умное и хорошее. Еще раз здравствуйте, простите за технический, премьерный, это премьерский, да? Это не спектакль, это мини-мини-спектакль, вот так его обзовем. К сожалению, небольшая, очень 25-минутная такая вещь, такая новая зарисовщика, после которой уже планируется с вами обсуждение этой темы с актерами, да? Но Михаил, наверное, об этом сказал. Потом вы поделитесь своими впечатлениями, задел вас проблемы. Нет, обо всем вы говорите. Я вас прошу отключить сотовую связь, всю свою, потому что она будет мешать. Спектакль очень-очень кэндем, но, в принципе, вы сами его увидите. Сергей Шученко, колыбельная. Наверное, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И просто после спектакля просьба всех вас спуститься в буфет, пообщаться с актером, потому что мы очень интересны мнениями, потому что это премьерный показ, а мы здесь останемся с экспертами и устраиваем большой фокус-группы. Спасибо вам. Не могу смотреть. Спасибо. Когда-нибудь я расскажу тебе все. Теперь я понимаю, почему день рождения называют грустным праздником. И тогда я понял. Жить хочу ради тебя, ради себя. И все. Когда-нибудь я расскажу тебе все. Я расскажу, почему вместо вопроса, почему это случилось со мной, я стала задавать себе другой вопрос. Как мне прожить так, чтобы вот эти несколько лет жизни, оставленной мне судьбой, уместить вот всю любовь в эти несколько лет. Я расскажу, почему не впала в депрессию или не стала употреблять алкоголь или наркотики. У меня просто не хватило бы на это времени. Нет, нет, я не буду оправдываться. Я, наоборот, всему благодарна. Я научилась замечать приятные мне вещи. Пение птиц, смех ребенка, журчание воды в ручье и радоваться этому. Я обязательно успею вырасти тебя самостоятельным, мудрым человеком, чтобы ты научился ценить любовь и дружбу, и остерегаться лицемелья и предательства, которые преследуют тебя на каждом шагу. Я ничего не забуду, потому что помню, как сейчас. Тогда был мой день рождения, и Саша пришел, когда все уже ушли. Прощайте, гости дорогие. Приходите еще. Теперь я понимаю, почему день рождения называют грустным праздником. Когда последний гость уходит, хозяин остается один на один с посредствами своего гостеприимства. Тарелками, вилками, ложками, ремками. И все это требует немедленного внимания. Или не требует. Или, может, завтра. Но праздник закончился, но прислугу мы не зарабатываем. Интересно, кто это у нас там такой забывчивый? Посмотрим. Сашка, привет. Ты где пропадал-то? Присаживайся. Смотрю, празднуешь, сестричка. Как у тебя дела? Ну вот, празднуем. Не все гости приходят к пустому столу. Некоторые появляются вовремя. Кстати, такие в большинство. Да ну, что, совсем к пустому? Орелка, коньяку, голодному наркоману. Ой, брось вот эти шуточки. Хочешь выпить? Хочу. Может, не хочу. Какая нафиг разница? Что-то случилось? Меня? Я приехал. Я вижу, ко мне. Давай колись. Уже раскололся. Вдребезги спит чума двадцатого века. Страшно? Какой спит, о чем ты говоришь? Обыкновенный. Ну, не спит, а вирусомонодефицита человек. А человек этот я. Вот так-то, сестричка. Подожди, подожди. Это что это? Какой ВИЧ, откуда? Обыкновенный, обыкновенный ВИЧ. Кололись одним шприцом, вот и зародился. Ты шутишь? Таким не шутят. Я сам сначала не поверил. Пошел сдавать анализы. Диагноз оказался положительный. Потом пришел к врачу. А врач мне говорит. Вот вы такой симпатичный молодой человек, а жизнь свою не цените. И смотрит на меня сквозь свои очки. Только мне от этого ее взгляда стало так не по себе. У меня мурашки по коже побежали. Я встал и ушел. Счастался уже на улице. А там солнце светит, птицы поют. Люди, как тараканы, туда-сюда бегают по своим работам. А лица у всех тупые. И сами не знают, чего хотят. Тогда я понял, что все для меня кончено. Господи, Сашка! А вчера побила. Жить хочу. Понимаешь, жить хочу. Просто хочу жить. Для тебя, для себя. И все. Извини, что я к тебе с этим на день рождения. Просто ты единственный для меня близкий человек. Мне больше пойти не к кому. Да какой извини? Надо что-то делать. Надо. Можно. Слушай, а ты будешь не против? Ну, если ты будешь против, я не обижусь. Можно я у тебя поживу буквально недельку? И меня? Конечно, можно. Спасибо, сестричка. Я не могла в это поверить. Ведь Саша для меня был всегда хорошим другом. Я всегда к нему хорошо относилась. Мы с ним даже дружили. Мы с ним постоянно. Мы с ним учились в одном классе. Вот дружили. Я не знаю, Насташа Василий в одной коляске. Я была чуть постарше, а он был грудничком. Вот. Вот. Вот это я. А вот это Саша. Мы с ним были как братик и сестричка. Тогда мы не думали об этой проблеме. Жили сегодняшним днем. Знаете, мне казалось, что он скоро умрет. И для меня это было дико. Ведь передо мной умирал небезразличный мне человек. Я, конечно, я оставила у себя. Я сказала, поживи, а дальше будет видно. Через некоторое время я уехала уходить замуж в Германию. Продолжение следует...